Всем привет! Сегодня я хочу показать вам книгу Ирины Чедеевой «Выпечка по ГОСТу. Вкус нашего детства». Это моя любимая книга этого автора. И как только она вышла и появилась в продаже, я сразу же ее купила, буквально в первые же дни. Собственно, чем она мне нравится? Кроме того, что это рецепты нашего детства, действительно, которые... Ну, наверное, тогда и трава была зеленее, и небо голубей, и, в общем-то, и сладости вкуснее. Здесь очень много красивых фотографий вот того времени. Они, большинство, конечно, черно-белые, но, тем не менее, они как-то вот даже просто интересно создают особое такое впечатление, настроение. Их просто даже вот интересно сесть и порассматривать, как это было тогда. Здесь очень много полезной информации, кроме рецептов. В общем-то, как и в ГОСТе, рецепты здесь подаются по видам теста, ну и, собственно, по разделам так и разбиваются виды теста и изделия из этого теста. В начале книги вот здесь есть информация о продуктах, которые понадобятся для выпечки тех или иных ГОСТовских изделий. И что мне очень нравится в этой книге, то, что недостаток, вот, наверное, который часто пугает и отталкивает от ГОСТовских книг, все указано вплоть до каждого грамма. Здесь это все переведено и адаптировано так, чтобы это было удобно для дома, потому что дома, ну, в общем-то, все немножечко по-другому на домашней кухне происходит. Первый раздел это бисквиты и изделия из бисквитного теста. Здесь есть несколько основных видов бисквитов. Основной рецепт бисквит с орехами, шоколадный бисквит. И дальше очень много рецептов пирожных, самых разнообразных, а также тортиков на основе бисквитного теста. Как видите, здесь и пирожное буше, и рулеты есть бисквитные. Те, что были так милы моему сердцу и желудку много лет назад. Я, кстати, до сих пор питаю такую какую-то слабость вот к таким рулетам. Такие вот фотографии интересные. И, в общем-то, как и в блоге у Иры, и в других ее книгах, очень красивые, такие нежные, очень приятные и милые, не кричащие фотографии. Всеми любимые пирожницы картошка, буковинский орех и на основе бисквитного теста много тортиков. Дальше идет раздел. По моему любимому из видов теста, это заварное тесто и пирожные, разная выпечка на основе заварного теста. То есть, в начале каждого раздела идет информация о приготовлении того или иного вида теста, самые важные нюансы, такие подводные камни и такие самые важные моменты. Ну, а дальше уже сами рецепты. Воздушные торты и пирожные, то есть, на основе базе, полет и мой любимый киевский торт. Я очень люблю его, кстати, вот за эту воздушную прослойку. Вот такие фотографии, в общем-то, самой Иры в детстве. Песочное тесто и изделия на основе песочного теста. Всякие корзиночки, которые, кстати, в детстве я обожала, именно вот за тесто. Почему-то белковые вот эти серединки я как-то, в общем-то, не очень любила, а сами корзиночки очень. Кольца вот эти, это вообще хит. И пирожные всякие, типа вот геркулеса. Достаточно много всего. Работа с кексовым тестом. Столичный, творожный, в общем-то, для тех, кто любит ореховый, это самые-таки вкусные из детства кексы. Еще один вид теста, это слоеное. Хотя, в принципе, дома слоеное тесто не делаю, но идеи именно самой выпечки по слоеному тесту мне очень нравятся, потому что я очень люблю вот такие ушки, язычки слоеные. Это берлинское пирожное. В общем-то, все это. Все, что не вошло в предыдущие разделы, здесь вот отдельно есть в конце книги, вот там коржики, овсяное печенье, несколько куробье, сочники, пончики и так далее. Глаколики. Любимый торт птичье молоко. Загоревшие тела на пляже. Несколько видов, несколько рецептов мороженого. Лампир, то самое мороженое, которое в детстве было неимоверно вкусным, и какое сейчас оно продается гадкое. Я уже сто лет, в общем-то, не пробовала такого мороженого, которое действительно было бы такое, как в детстве. Здесь вот есть шанс приготовить его дома. И отдельно вот в конце есть рецепты, ну, они идут как основы, рецепты, без которых, в общем-то, не обойтись при приготовлении гостовских рецептов. Помада, кальяж, бисквитная крошка, сиропы. И в конце вот есть еще несколько видов крема. Шарлотт, белковый, заварной, как украшать кремом. Ну, и здесь вот просто немножечко еще о книгах, которые использовались. И, в общем-то, есть вот здесь список использованной литературы. И очень удобный вот такой в конце указатель по рецептам, по страничкам. Вот такая замечательная книга. Несмотря на свой небольшой, скажем так, объем, она действительно стоит внимания. Действительно, оно станет незаменимой при выпечке тех самых рецептов, любимых рецептов из детства. В общем-то, уже все адаптировано, все сделано, все с иллюстрациями, все то, чего, в общем-то, не хватало гостовским книгам старым, которые есть. Всем спасибо за внимание. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok